Значит, мы говорили с вами, что в порядковом счёте переход или отношение предыдущего и последующего есть, но не явлено. Поэтому мы имеем направленность времени, направленность времени, но не имеем величины, увеличение или уменьшение, то есть больше или меньше времени, увеличение времени. А в количественном счёте мы имеем следующее, которое мыслится вместе с отношением между следующим и предыдущим. Мыслится отношение, потом сохраняется мышление отношения, мыслится следующее. Когда следующее мыслится вместе с отношением, получается эффект больше. И время оказывается не просто стрелой, направленностью, а оказывается увеличивающимся временем. Больше, больше, больше. От первого шага ко второму, что происходит? Отношение предыдущего и последующего оказывается явленным. В первом случае оно было, это отношение, но не было явлено. Во втором случае, в количественном счёте, отношение становится явленным, но мыслям отношения, и вторым шагом мыслям следующее. Когда это всё берётся вместе, как части одного, как два шага, предоставляющих целое, мы получаем больше и меньше. Дальше, далее идёт больше и большего. В первом случае, следующее и следующего. Во втором случае, больше и большего. Но происходит прояснение отношения. Но отношения всё равно, и переход, и отношения всё равно мыслится, как переход к чему-то. Следующим шагом должно быть мышление самого перехода, который мыслится, как нечто самостоятельное. Что это значит? Это значит, что мысль, что форма, когда форма определяет предмет, это одна ситуация, а другая ситуация, когда форма определяет себя. То есть мы в какой-то момент производим различие между мыслящей формой и чувственной формой между мыслью и чувством, между мыслью и телом. Чувственная форма, чувство определяет собой предмет, а мысль определяет собой чувство или чувственную форму. Вот когда мы делаем развлечение, такое развлечение, и возникает ситуация, когда мысль определяет чувственную форму, то мы мыслим переход как таковой. Когда мы мыслим единицу, в мышлении единицы мы различаем чувственную форму и мыслящую форму. Мыслящая форма сознаётся и отличает себя от чувства, как причина чувства и как действие, направленное на чувство, одно и то же. Причина и действие, направленное на чувство. Мысль сознаёт себя как причину чувства. Мысль сознаёт себя как причину чувства. Сознавая себя как причину чувства, тем самым мысль мыслит переход от одной чувственной формы, соответственно, от одного предмета, ибо мыслящая чувственная форма уже давно разделила свой предмет на единицы, когда мыслящая форма сознаёт и определяет собой чувственную форму, мысль отличает себя от чувства как причину чувства и как действие. Чувство понимается при этом как пассивная и равная себе форма. Мысль как форма деятельная, активная, чувство как пассивная и равная себе. Мысль есть движение, чувство есть равенство себе. Поскольку мысль, мысль и чувство сознаёт себя причиной чувства, она, мысль, мыслит переход от одной чувственной формы, соответственно, от одной единицы, в другой чувственной формы. При этом переход мыслится как переход. Переход мыслится как переход. То есть не как переход от чего-то к чему-то, а собственный переход. Мысль, именно тем способом, что мысль, мысль, чувство, определяет чувство, воздействует на чувство. Мысль и мыслит переход как переход от одного чувства к другому чувству, соответственно, от одной единицы к другому единице. Так, вроде единицы, это же нечто нечувственное. У нас же раньше была просто форма, в которой не различена чувственная составляющая и мысли. Единица же только норма мысли. И у парамениза тоже быть её как одной, это только мысль. Ну, у нас не было различия между чувственной мыслью. Поэтому мы не можем сказать, что в бытие можно только мыслить. Содержание предмета определён как конечный предмет. Раз, раз, раз. Это можно назвать единицей. Или предыдущим, или следующим. Просто быть одним, это же не вопрос чувства, это же вопрос мысли. Чувство, как нам говоришь, что нечто одно, а никак? Она говорит, конечно, что она есть, но что она одно, она никак не говорит. Я не очень понял, когда мы говорим вот-вот-вот, мы думаем, что о чём говорим? Вот, нечто высказываем, указываем, что что-то такое, вот, мелькает, да. Но если мы не различаем чувственную и выключающую форму, мы можем говорить, что это единицы. И говорить, что одно, одно, оно. А если различаем, тогда что происходит, если что изменится? Наверное, вот-вот-вот, как указывание сохраняется, а единицы, даже на стороне мысли стоят? В мышлении единицы ничего не меняется. Как было вот-вот-вот, так оно вот-вот и осталось. Но, конечно, получило различие следующего и потом большего. В смысле опыта? Да, в смысле опыта. Опыт не изменится. Опыт не изменится. Но единицы всё-таки, это же не вопрос чувства, это что-то другое. То есть, как бы мысль в виде единицы как-то осталась, но не в чувстве, по-моему. Ну, как бы так кажется. Ну, опыт единицы не изменился. Поэтому мы по-прежнему не можем сказать, то ли это опыт чувства, то ли это опыт мысли. Да. Но что изменилось? Изменился опыт самосознания форм. Форма в себе различила, мыслящая и чувства в мысли. Как различила? Различила так, что мысленная форма или просто мысль отличает себя уже от чувства как причины чувства. Осознаёт чувство как равная себе и пассивная форма, а себя отличает от чувства как активную, деятельную форму. И тоже равная себе. Правильно? Ну, любая форма равна себе. А мысли как деятельность, если мысль отличает себя от чувства как деятельность, ну, как мы от деятельности скажем, что она равна себе? Чувство пассивное равно себе. Она по-прежнему раз, 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 вот, вот, вот. Ну, а в нашем определении, когда мы чувствуем чувственную и мыслящую форму не различали, у нас форма уже как определяется? То, что равно самому себе. То, что форма есть, как бы, а содержание в нём становится. А теперь, теперь получается, что если мысль становится, то есть движется, то это что такое? Это не форма, что ли? Нет, здесь просто, мне кажется, тут дело в том, что мы же, когда вот переходили к указыванию, мы это делали почему? Для того, чтобы удержать форму в качестве причины. Да, и мы её удерживали в этих рядах, вот, в следующем, в количественном счёте, мы её удерживаем именно как причину. И вот развитие темы форма как причины приводит нас к тому, что форма понимается как действие. То есть не то, чтобы мы оставили ту первоначальную интуицию, да, но вот просто развитие понимания формы, ну вот, это так нас привело. И потом, чувственная и мыслимая форма, это ведь разделение, которое возникает внутри формы. То есть нельзя сказать, что форма в самом общем смысле утратила равенство себе. Нет, просто за равенство себе отвечает та часть формы, которая чувственная форма. Ну вот интуитивно ведь кажется наоборот, как раз мысль, вот если брать обычное понимание идеи, мысль, как бы, всегда равна себе, а чувственная это движется. Тут как бы противоречие какой-то интуиции, общей философской. Нет, наоборот, чувство движется, а форма, как бы, в виде мысли стоит, так понятно, как идея. В общей философском смысле, когда говорится о чувственном, то говорится о чувственном предмете или о чувственных предметах, о чувственном мире. Вот он, как бы, ну да, он и в классике движется, и в этой концепции он тоже всего лишь становится. А происходит здесь не просто речь о чувственном, у Олега Михайловича, а о чувственной форме. То есть форма внутри себя разделяется на чувственную форму и мыслимую форму. Вот все происходит. Поэтому нельзя сказать, что чувственности, вот, как бы, той чувственности, которая течет, отдано равенство себе. Нет. Равенство себе оставлено на стороне формы. Просто форма по поводу самого себя уточнила, что именно, какая ее часть отвечает за равенство себе, чувственная. Чувственная часть формы. Не, ну, как бы, просто тут проблема следующая, что если мы изначально вводим форму в нечто тождественное, а потом говорим, что она делится в своей части на тождественные, недвижущиеся, которые, кажется, означают, что первоначальное определение было неверным. А либо мы понятие подменили. У нас либо форма всегда тождественная, либо форма изначально была не тождественная, а какой-то другой. Ну, а как ты предлагаешь развивать хоть какую-то концепцию, если понятие не будет изменяться? Ну, в том-то и проблеме, как мне кажется, допустим, в гигельской философии, что идет каждый раз подмена понятия. А в итоге, оказывается, можно прийти, ну, при таком подмене понятия, можно прийти к любому выводу. Потому что они ничего не будут значить с логической точки зрения. Ну, к любым выводам можно прийти, только если происходит произвольное именование формы. А здесь-то, ну, метод таким образом привел к такому результату. Ну, что ты будешь делать? Понятие развилось. Если ты не хочешь, чтобы понятие развивалось, ну, так никакая философия не будет. Нет, я хочу, надо обосновывать это. Так вот, обоснование, все, что излагает Олег Михайлович, это обоснование того движения, которое приводит к изменению понятия. Вот и все. Ты фиксируешь определенные точки и говоришь, вот в этой точке мы говорили одно, а через 300 километров говорили другое. Ну, да, так потому что проделана большая дорога, проделан большой бунт. Нет, ну, просто можно же было сказать о первом определении. Нельзя было так сказать, что форма есть, а содержание в нем становится. Потому что в становлении участвует движение самой формы. Это не содержание становится. То, что это содержание, оно как бы смешано с движением формы. В нем есть движение формы и движение содержания. Это исчез вот в какой точке? Это я думаю, что если сейчас мы говорим о том, что форма может действовать и двигаться, значит, на самом деле, мы и в первой точке тоже форма могла действовать и двигаться. Мы же что делаем? Мы же не просто движемся, а мы как бы разворачиваем. Вот есть начало, и мы его просто разворачиваем, эксплицировываем. Тогда нельзя было бы сказать, что только содержание движется. На самом деле движется все, и форма. И когда различие формы и содержания по линии разделения движется, не движется, это как бы различие условного. Мы что говорили? Мы говорили, что форма прежде содержания, форма прежде предмета. И объяснили, почему прежде. Потому что форма актуальна, и все. Я почитал несколько раз в этом особенности, этого построения. Ничего больше не надо для первичности и формы, как актуальность. Форма. Нетождественность. М? Нетождественность, актуальность. Это одно и то же. Актуальность, равенство себе и нетождественность. И поэтому форму причиняет. Теперь мы пошли к тому, что форма различает в себе мысли и чувства. Но чтобы быть активной, главное то, что она определяет, содержит. Теперь чувство остается актуальным, а мысль определяет собой чувство. Теперь чувство определяет собой предмет. Как можно определить то, что равно себе? Оно равно себе, если ничего не сделать. Его можно воспроизводить. Что мы, собственно, и делаем. Форма себя воспроизводила. И это воспроизведение было как бы формой... Наверное, действительно уже не равенство себе. Наверное, вы правы. Уже когда форма переходит от предыдущего к следующему, это уже нельзя назвать равенством себе. Форма переходит от предыдущего к следующему, все это меняется. Следующая, следующая, потом больше, еще больше, еще больше. Один, два, три, четыре, пять. Форма меняется. Но теперь в таком виде она является причиной. Сохраняет оно то же, что себе или не сохраняет? Это вопрос такой же. В какой-то смысле сохраняет, в каком-то нет. Главное, на мой взгляд, в том, что теперь в таком виде, таким способом форма определяется об этом предмете. Главное, чтобы определять. Когда мы говорим, что форма воспроизводит себя как равное себе, как тождественное и актуальное, ну, что мы говорим, если подумать о единстве определения? Сохраняет она это творчество или не сохраняет это творчество? Она воспроизводит себя как тождественное. Тем самым предмет делит на одинаковые определенности. Предыдущие, следующие, там, начальные, следующие, следующие, следующие. Главное, мысль заключается в том, что форма, причина предмета. Вначале как просто актуальная, потом как воспроизводящая себя как актуальная. Теперь как разделяющая себя на мысли и чувства. Итак, мысль отличает себя. В конце концов, мы теперь понимаем, что было неразличенное с мыслью и чувством. Мысль ниоткуда не взялась. Была причина чувства, чувство было причиной предмета. Но это не было явно. Теперь мы понимаем, что воспроизведение себя, по сути, мы говорили, воспроизведение себя. Вот, вот, вот. Форма воспроизводит себя как причину чувства предмета и, соответственно, воспроизводит предмет. Как предмет конечный. Мысль таким образом сохраняет себя, причиной, предмет. Что значит воспроизводить себя? Это значит воздействие на себя. В конце концов, мы приходим к истине воспроизведения, воздействию формы на само себя. Это выглядит таким образом. У формы, естественным совершенно образом. У формы есть часть активная и часть пассивная. Иного смысла воздействия формы на себя, как бы и быть, не может. Форма воспроизводит себя, следовательно, форма воздействует на себя, следовательно, у формы есть сторона активная и сторона пассивная. Сторону активную мы называем мыслью, пассивную называем чувством. Мысль воздействует на чувства и через чувства воздействует на предмет. Когда мысль отличает себя от чувства как деятельность, то тем самым она мысль мыслит что? Мысль – это переход от одного чувства к другому чувству, от одной чувственной формы к другой чувственной формы, соответственно, от одного предмета, от одной единички к другой единички. Мысль – это переход. Но переход мыслит как таковую. Именно потому, что мысль воздействует именно на чувства, Поскольку мысль воздействует на чувство, она мысль, мыслит переход от одного чувства к другому. Общая картина такая, мысль воздействует на чувство, чувство на предмет. Но поскольку мысль воздействует на чувство, она мыслит чистый переход. Переход не от чего-то к чему-то, а переход как такового. Не отношение чего-то к чему-то, а отношение как таковое. То есть возникает такая последовательность. Мыслям единицу, конечный предмет. Мыслим, поскольку произошло развлечение на мысли и чувства. Мысль, мысли, переход как таковой. Еще раз, не от чего-то к чему-то, а переход. И затем мыслит единицу, опять единицу, связанную этим переходом, который уже вполне выделен от предыдущего и последующего. Отношение предыдущего и последующего, конечно, осталось. Больше и меньше, конечно, осталось. Но мы теперь мыслим отношение. Как отношение, переход как переход. Или воспроизведение как воспроизведение. То есть как самостоятельное, опосредование, которое мыслится самостоятельно. Опосредование как опосредование. Если в большем мы мыслили тоже переход, и затем больше, следующий вместе с переходом, а значит больше, то теперь мы мыслим переход как переход, и воспроизведение как воспроизведение. Еще раз, поскольку мысль мыслит чувство, она мыслит переход как таковой. А затем мыслит еще одну единицу. И теперь две единицы становятся сторонами. Мыслит как стороны отношения. Как стороны перехода. Единица, переход, единица. И поскольку переход берется самостоятельно, то эти две единицы мыслятся одновременно. Теперь две единицы мыслятся одновременно. Поскольку переход мыслит самостоятельно, как самостоятельное событие, как опосредование мыслимое самостоятельно, воспроизведение мыслица как воспроизведение, то обе единицы являются сторонами отношения, этого отношения. Иначе говоря, мы получаем плюс. Один плюс один. Была просто единица, потом появилось денекое действие, стало две единицы. Их стало больше. В этом смысл операции. То есть отсчеты мы переходим к операции. Отсчеты мы переходим к сложению. Один плюс один. Один плюс один. Именно потому, что отношения мыслица как отношения. Теперь же не происходит никакого схлопывания, потому что посрединное дано самостоятельно. Один плюс один. Разворачивается теперь это движение как... Это тоже можно рассматривать как увеличение. Но это такое увеличение, когда действие подобно разворачивающимся свитку. То есть уже нет предыдущего, поскольку оно остается. Раз отношения мыслица в качестве самостоятельного опосредования, то обе единицы мыслиться вместе. Сначала мыслица одна единица, потом мыслица вместе две единицы, которые связаны с действием усыновления отношения. То есть прибавления. Сложения. В этом действии сложения это уже не время, видимо. Это и не пространство, и не время. Это вот сложение. То есть математически это сложение, а феноменальное это вот мы видим один объект, потом видим два вместе, потом три вместе и так далее. Чего не было при счете. Причем другая ситуация. То есть феноменологические могут меняются. Если это морковки любимые, наверное, морковки, то сначала мыслить одну морковку или вижу просто одну морковку, потом две вместе, потом две вместе и так далее. В этом действии или в этом движении сложения или движение посредством разворачивания предметов в некий ряд, где последующие включает себя предыдущие. Я бы не хотел сводить все к сложению, а говорить о феноменологическом событии, о собственном опыте. Опять же, непонятно, мысленный это опыт или чувственный это опыт. Опыты тот же самый, то есть единичные все те же самые, как и были вот-вот-вот до развлечения мысли и чувства. Единички те же самые. Но теперь они разворачиваются, они именно разворачиваются, как свиток. Каждый новый опыт больше предыдущего, но ведь предыдущего опыт перед нами. В чём заключается следующий ход? После 1 плюс 1. Поскольку 1 плюс 1 – это установление отношения, где, снова повторюсь, само отношение мысли как самостоятельное опосредование. Не отношение чего-то к чему-то, а просто отношение. Отношение как таковое. Но наружу, имеется, связывается. Это не изменяет того, что нас связывает одно с другим. Не висит воздух еще. Играет с отношением между чем-то и чем-то. Поскольку в этом 1 плюс 1 и 1 и 2 единицы являются сторонами, обе единицы являются сторонами отношения, то новая единица. Мы снова мыслям отношения, то есть мысль мысли чувствует, таким образом мыслит отношения, переход как таковой, переход как переход. А затем мыслит еще одна единица, которая не больше и не меньше предыдущих единиц. Но оно связано с самостоятельным опосредом. Поэтому можно интерпретировать как плюс. Поэтому третья единичка относится не ко второй, а к отношению второй и первой. Поскольку вторая мыслит, как сторона отношения, другой стороной которого является первая единичка, то третья единичка является отношением ко второй единичке. является отношением к отношению второй и первой единичке. То есть мы действительно имеем ситуацию 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2. Противно лучше было бы то, что наша булация любит обращать внимание, обычно обращает внимание на это, что получил. Противно лучше получил бы все время, если бы третья единичка была отношения ко второй, то мы имеем не было бы прибавления, у него всего 2 единички. Всегда 2 единички. Но это, видимо, не так. Потому что первые 2 единички являются сторонами отношения, третья единичка поэтому является отношением к отношению, первая и вторая. на самом деле прибавление берется из интуиции опыта, что у нас есть некого рода величины. это отрезок к какому-то отрезку прибавили. То есть есть что-то, что имеет какой-то размер, как одна маховка к другой маховке. что просто так не единицы складываются, что это на самом деле некого рода уже понятие того, что мы как бы делаем, когда мы отрезок к отрезку присоединяем или морковку к морковке. А у нас здесь получается, что изначально на самом деле есть понятие прибавления, а потом уже как-то есть отдельные морковки и прочее. То есть понятие первичное. Понятие прибавления первичнее всех прибавленных на это, сложных величин к морковке. А почему так получается интересно? Я бы меня просто не уловил. Прибавление первее единичек, да? Ну вот, прибавление первее любых предметов, которые являются одним. У нас же на самом деле прибавляются единички, а не одно. У нас не морковки же прибавляются, а прибавляются некие абстрактные единички. Да. И они первичнее прибавления морковки. Или величин. Ну я к чему говорю? Я говорю к тому, что не получается так, что мы уже владеем понятием прибавления и пытаемся его получить, исходя, что мы уже его имеем. А не так, что у нас есть некород, это непрерывный опыт, и в этом непрерывном опыте мы пытаемся выхватить интуицию, которая нас ведет к прибавлению. Нет, конечно, именно так. Мы сначала формулируем идею прибавления. Если мы не различим мышки и чувства, если мы в форме не делаем этого различия, никакого прибавления не будет. Понимаете? Никакого сложения. Прибавления есть в счетах, но никакого сложения не будет. Просто вот прибавления, мне такое впечатление сложилось, что прибавления интуитивно понятны, и как бы здесь никаких возражений. А счет это как бы нечто уже, как какого-то скачу, если я говорю. У нас же сначала счет, потом сложение. Нет, у нас сначала прибавление, а потом сложение. Да. Прибавление интуитивно, никаких вопросов нет. Так, все понятно. А вот счет как будто был как-то скачок какой-то есть, как будто бы чего-то не хватает. Ну, это чисто интуитивно, кажется. Ну, я не очень понимаю, чего не хватает. Скачок в том, что форма различает себя. В этом скачок. Переход был всегда. Даже в порядном счете был переход. В коричном счете он уже мышлится как относительно самостоятельно, как часть некого целого стоящего перехода и следующего. Он уже явлен. Переход явлен. Но есть переход к чему-то. Не есть мышление перехода как перехода. Так что-то вполне самостоятельно, независимо от того, к чему. Как получить этот переход? Вот так его и получить. Мысль мыслит чувство. Поскольку мысль мыслит чувство, она мыслит переход. Переход становится самостоятельным. А поскольку чувство, в свою очередь, определяет предмет, мы имеем единицу, переход, единицу. то есть мысль схватывает себя, себя как действие именно в мышлении перехода, не в мышлении единицы. Мышление единицы, оно совершает развлечение, но смысл этого развлечения в том, чтобы мыслить переход. на почве одной единицы, вы не различите мысль и чувство. Потому что мысль понимает себя как действие, отличает себя от чувства как действие. на почве просто единицы, одного, одного. Но это больше ничего не построить, где мы уже говорили об этом. В частности, не построить и различие внутри формы. мысль отличает себя от чувства, и мысль и чувства определяет чувства именно в переходе от единицы к единице, а не в мышлении, даже не одной единицы, а не в мышлении двух единиц. Если мы остановимся, это важно, если мы остановимся, скажем, один плюс один, стали, ой. Надо либо играть роль философом, либо быть философом. Не получается одновременно. Если я играю, я помню, мне нельзя стукать там. Да нет, я не извиняюсь, я просто... В одном лице и философ я... Да. Дурачок-оксер, играющий философ. Так переформулирую. Между единицей и двойкой, это получается же два. Что такое прибавление? Мы говорим о том, что есть нечто одно, и есть нечто больше, чем одно. Здесь как бы нет никакого скачка. А теперь мы говорим, что есть единицы и есть двойка. Это вообще как бы нечто какое-то иное. То есть интуитивно здесь какой-то скачок есть. Смысл. Так что двойка есть, что не просто единица, а двойка. Ну, двойка есть вообще-то в этом самом счете. Нет, в счете есть второй. То есть следующий за первым. Что такое второе? Который следует за первым. Ну, а который больше? Который больше, там вообще непонятно что. Просто больше и все. То есть больше это то, что больше едет первого. То есть есть как бы... Не так, так, есть одно какое-то величина, и есть это больше. Ну да, но есть еще больше и больше. Есть больше и больше и так далее. Есть увеличение, скажем так. Да. А двойка. Двойка как будто бы тут новое качество есть какое-то. Не, мы-то понимаем, конечно, что такое двойка. Но вот как из единицы получил двойку? Один плюс один два. Может быть сначала надо было ввести двойку, чтобы потом ввести сложнее. Или одновременно как-то... Что такое двойка? Двойка это две единицы, связанные с самостоятельным мысленным отношением. Это двойка. То есть не две морковки там, да, а просто даже две единицы. Да. В нашем опыте есть одновременно присутствующие, чего раньше не было. Одновременно присутствующие две единицы. Один плюс один. Плюс означает, что они существуют одновременно. Плюс, наверное, больше ничего не означает. Кроме того, что они в опыте даны вместе. Поэтому это не счет. Плюс, одна, теперь две. Это раньше, это позже. Но позже включают раньше, потому что одна никуда не делась. Разворачивающийся свиток. Никуда не исчезает. Разворачивается, потом еще один. А, две никуда не делятся. Почему не делятся? Потому что имеется отношение к отношению. Отношение никуда не делось. Поэтому возникает третье, которое выводит отношение первых двух. Отношение к отношению первых двух. Реально происходит. Три это один плюс один плюс один. А плюс означает, что они просто вместе. Плюс, по-видимому, я в математике, в теории математики, мягко говоря, не силен. Но плюс означает, что вместе. В опыте даны вместе. Слово плюс и операция сложения означает просто, что в опыте они даны вместе. По-видимому, так. Хотя немножко странно, то есть время неожиданно для меня самого. Ну, плюс это не таинственное слово, операция. Они даны вместе. А логический смысл в том, что мысль мыслит чувство. И поэтому возможно мышление перехода. Вот предмет к предмету. Просто переход. Раньше было понятно, переход к чему-то. Это что-то как бы не отделялось от перехода. Если совершается переход, то совершается переход к чему-то. Это понятно. Вот чего-то, к чему-то. А как же такой переход? Что за такая висящая в густухе? Мост без берегов. Это действительно странное явление возникает именно потому, что мысль мыслит чувство. Определяет чувство. Когда переход, кажется, происходит определение. Если мы остановились, сказали 1 плюс 1 и все, и стали. Не сказали следующего 1 плюс 1, плюс 1, плюс 1. Стали. 1 плюс 1. То исчезает конструкция. Мысль исчезает чувство, и чувство исчезает в предмет. То есть вообще форма погружается в предмет и исчезает. И сложение так же бесконечно? Да, остановиться нельзя. Потому что смысл вот этой рефлексии, рефлектирующей формы, чувство. Смысл рефлексии в мышлении перехода. Поэтому мы совершаем мыслям переход к следующей единице, чтобы мыслить переход к следующей единице. Чтобы опять мыслить переход к следующей единице. Сказали 1 плюс 1, плюс 1, стали. Все. Форма поглощена. Содержание. Форма поглощена предметом. Опять опыт ничто. Опять опыт ничто. Поэтому нужно все время двигаться. Но мыслим прибавления, чтобы мыслить прибавления. Мыслим отношения, чтобы мыслить отношения к отношению. И так далее. Но, хотя остановиться нельзя, но мы все-таки имеем здесь то, что я бы назвал. Ну, есть движение, есть результат. Здесь как бы движение, опосредованный результат. То есть, когда мы говорим 1 плюс 1, то мы не переходим сразу к плюс 1. Здесь начинается вечерка, где я запутываюсь. Не могу двигаться дальше. Но я вот стараюсь показать, где я останавливаюсь. Что мне кажется ясным, что когда мы говорим 1 плюс 1, то мы должны перейти. Мы устанавливаем первый плюс, чтобы установить второй плюс. Не иначе. Если мы просто устанавливаем плюс, то мы просто падаем в ничто. Форма погружается в содержание. То есть, мы опять имеем ситуацию, когда форма не может остановиться, исчезая в своем результате. На самом деле, мы всегда видели эту ситуацию. Форма определяет предмет. Но как только предмет появляется, он тем самым поглощает собой форму. А тем самым исчезает лица. А здесь конкретно как это происходит? Я не понимаю. Потому что мы же как раз достоинство вычленения чувственной формы состоит в том, что мы как бы тем самым обнаруживаем опосредование между формой и предметом. То есть, мне кажется, что теперь уже предмет не может просто настолько приблизиться к форме, чтобы она исчезла. А как тут происходит, собственно говоря, поглощение формы? А мысль познает чувство только в мышлении перехода. Только в мышлении перехода. На почве одной единицы мы не можем различить форму. На самом деле, тут тоже какая-то неясность. Потому что мы, на самом деле, различаем на почве одной единицы. Чтобы быть переходом, надо сначала различить. Сначала надо различить. Но все-таки смысл развлечения в том, чтобы... Или, скажем так, поскольку мы различаем, мы мыслим переход. Именно в мышлении перехода мысль и мысли-чувств. Именно в мышлении перехода, то есть, когда чувство оказывается между двумя предметами, грубо говоря. Тогда именно мысль и мысли-чувств. А в мышлении предметов оно уже не в мышлении-чувствах. Только именно в мышлении перехода. Мысль, еще раз, отличает себя от чувства, как действия. Понятно. Если оно перестанет совершать это действие, то оно тем самым и не сможет удерживать различия между собой и чувством. Да, с собой и чувством. Нет, то есть мысль считает чувственные формы, да? Получается так? Не предметы считать. Ну, чувственная форма, в свою очередь, определяет предмет. Ну, теперь-то это очень неважно просто теперь. Потому что вы же как бы теперь... Теперь получается, что мыслящая форма как действующая направлена на чувствную форму. А там, что с предметом, если это уже стал совершенно неважным. Важно, что теперь она считает просто чувственные формы? которые себе равны и прочее. То есть единицами являются чувственные формы? Ну, при этом надо избежать ситуации мышления пустых форм. Сказать, что просто предметом являются чувственные формы, это получается, что… Чувственные формы уже не могут быть пустыми. Они по определению того, что такое чувственная форма. Да. Так это можно не добавлять. И формы, и мыслящие формы, там еще как-то можно подумать, что они могут быть пустыми. А как мы с чувственной формой должны быть пустыми? Никак. Вот я поэтому и говорю. Ну, просто в определении, как мне кажется, в чувственной форме содержится полностью, что она не может быть пустыми никак, потому что она чувственная. Если это понимать, то можно говорить, что действительно… Прибавляет не нужно, правильно. Ну, а что значит не нужно, если в ходе определения чувства? Просто для мысли фактически предметом становится чувственная форма. Для мысли – да. Получается, что мысль считает чувственной формой. Собственно, единицы – это некая чувственная форма. Я что хочу сказать? Я… Это звонок, что ли? Да. Что, свечерники учатся, что ли? Да нет, но по инерции эти… кто-то же где-то запрограммировал эти звонки, они не останавливаются никогда. А, даже по ночам? Ну, нет. Ночью, слава Богу, нет. Но вот в субботу они точно так же укоррекивают в заведенное время. Можно только обесточить здание, чтобы вот этого не происходило. Угу. Убрали человеческий фактор. Да, да, да. Я за что хочу сказать, что только в мышлении перехода мысль, мысли, чувства. Остановили, получили один плюс один. Стали. Больше никуда не переходят. Исчезло мышление, чувственная форма. Мысль пропадает в чувстве, а чувство пропадает в предмете. Поэтому есть смысл различать предмет и чувственную форму. Если мысли – это одни чувственные формы, то, опять же, это надо очень правильно понимать. Мысль вообще, мысли – чувственную форму, только в мышлении перехода, если угодно, от одной чувственной формы, от другой чувственной формы. Как только мы встали, то всё исчезло. Исчезло различие мысли и чувства. Исчезло именно в предмете. Где-нибудь, чрезвычайно. Не просто растворилось в воздухе, а упало на предмет. Который тоже, честно, стал несуществующим, потому что без формы он и не существует. Просто другой вариант логики состоялся в том, чтобы считались предметы, а не чувственная форма. Две морковки и так далее. У нас же не морковки, да? У нас же просто конечные предметы. Просто я имею в виду, чтобы было понятно, что можно считать чувственную форму, а можно считать предметы. Что мы считаем? Вроде как, чувственную форму считаем. Ну, разумеется. Чувственная форма по определению – это указывание. Ну, на нашей стадии вот на это. Чувственная форма указывания. Указывание, разумеется, на что-то. То есть не на что-то, а указывание, которое конституирует и определяет конечный пример. Так вот, мы не можем остановиться. Сказав 1 плюс 1, мы не можем не сказать снова плюс 1. Это означает, что само сложение существует имеет вид 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 и стадо бесконечности. То есть это не сложение в обычном смысле слова? Скорее непонятно что. Как это новый ряд? А почему не сложение? Сложение предполагает остановку, да? Ну, наверное, результат это должен быть как-то. Ну, два мы получаем, или двоих кто у нас есть? Ну, я об этом хочу сказать. С одной стороны, движение необходимо. Движение совершается плюс 1, чтобы плюс 1. Такой характер движения. Но при этом мы не можем миновать результат. Потому что есть ситуация плюс 1. Она есть. Некий результат есть. И еще плюс 1. Опять результат. Результат выглядит как 1 плюс 1 плюс 1. То есть мы как бы... Есть 1 плюс 1, который мы берем в скобки. К нему плюс 1, который мы опять берем в скобки. И уже к этой скобке опять плюс 1. Поэтому движение необходимо, остановиться нельзя. Но движение опосредованно результатом. Я бы выразился так. Движение необходимо, безостановочно. Но движение опосредованно результатом. Мы как бы двигаемся через получение результата. Сложение таково, что здесь движение, являясь бесконечным движением, однако опосредованным результатом. с этими самыми скобками. Поэтому одну из абстракций, мы переходим к абстракции, сторона этого опыта. Это опыт, живой опыт, нормальный, самостоятельный опыт. 1 плюс 1, скобка. Плюс 1, скобки. Плюс 1. Это нормальный, феноменальный опыт. Но в нем есть момент результата, поскольку здесь движение опосредованного результата. То есть, с одной стороны, оно бесконечное, а с другой стороны, она опосредованная результата. Точнее нет. Оно просто бесконечным и последним результатом, но одной стороной является результат. Это абстракция. Потому что обстоятельный опыт, она не может взяться, мы обязательно проваливались, утопаем в предмете. А вторая сторона этого опыта сложения заключается в том, что движение не опосредованное результата. Что это может значить? Это может значить как движение отношения к отношению. У нас уже было отношение к отношению, сложение уже есть отношение к отношению. Расскобки. Я же сказал, что третья относится не ко второму. Третья единица относится не ко второй единице. Относится к отношению. Второй и первой. Поэтому отношение к отношению было. Но если не останавливаться, если мысли движения не опосредованное результата, мы должны убрать, как наше движение заключается. Выделять две стороны, одну сторону как бы преодолеваем. И мы с ним как самостоятельный опыт в другую сторону. Другая сторона заключает, должна заключаться в том, что есть отношение к отношению. Но что это значит? Я не понимаю. Я, кстати, вспомнил, что ты возражал, не очень понимая, что я имею в виду. Сейчас вот к меня дошло. Мы ведь считаем не единицы, а переходы. Мы как-то обсуждали, что мы считаем единицу, как бы получить сложную. Мы считаем не предметы, а переходы. Сколько раз воспроизводим? То есть один переход, второй переход. А тут мы теперь, получается, считаем предметы. Мы же не предметы считаем, у нас нет единицы изначально. Мы непонятно откуда начинаем. Просто считаем переходы. Это ускладывать, по идее, надо было бы переходы, а не примеры. После того, мы считали переходы в тот момент, когда мы не могли отличить переход от, собственно говоря, ввод. А мы тогда не можем ввод выделить, и мы единицу? А, нет. Ну, сейчас сделано движение другое. Мы выделили переход, как переход. И тем самым мы отличили, собственно говоря, переход от 1 к другой единице. Так нету никакого 1, есть только переходы. Нет, нет, нет. А их не было только потому, что у нас не было основания отличить ввод и переход к ввод. А сейчас переход выделен, поэтому этот самый ввод остается в качестве такой вот единицы. Почему нет? Просто раньше мы как-то обсуждали проблему, что трудно задать, что такое единица. Теперь вроде как проблема такая снялась. Ну, как бы, если есть единица, то, конечно, 1 плюс 1, как бы, можно задать. Что такое единица? Один предмет, это что это? Одна форма чувственная. Или один переход? Есть. Вот. Тем более, тут еще проблема стоит в порядке еще эти единицы. Это что-то некое начало, а у нас вот-вот не имеют ни начала, ни конца. Ну да, эту проблему мы топтались долго на ней, но такая логика предлагает. Просто вот эта единица, о которой мы сейчас говорим, это не та единица, которая первая, это другая какая-то. Это не единица в смысле первой, а это единица в смысле один, то есть в смысле количества. Поэтому нельзя перейти от количества единиц в другой единице. Мы не можем. Но вот смотрите, когда мы говорим, что есть больше, мы имели в виду, что есть нечто одно, и то, что указывает нам, что переходим к другому как к чему-то как будто большему. Потому что единица, вот это одно, взятое с переходом. И вот в этом смысле больше возрастания там все, там никакого даже нет. А вот здесь как-то получается, что это теперь одно является само количеством. Оно не первое, а количество. А почему от него есть какой-то переход к другому? Это же нет никакого движения, это же не порядковый счет. В порядковом счете есть движение. А здесь просто екое одно, одно количество и все. Еще мы должны другое одно. Это же количество, а не порядок. А переходы были в порядке, то есть в разах, которые мы накручиваем. А тут нет никаких разов, одно и все. Некое количество. Больше понятно, там возрастающий ряд, да, который больше-большего. А тут-то как возникло одно, а потом другое количество одно, а между ними как бы два. То есть здесь как будто другая логика. Так как оно возникло, Влад? Возникло тем способом, еще раз, что форма в себе совершила разрешение на действующую сторону и действуя мою сторону. Значит, надо выяснить, как оно разрешено. То есть мысли и чувства на почве просто одного нельзя. Уже поэтому нет ситуации, когда есть единицы, непонятно зачем что-то еще. Смысл движения в разрешении – мысли и чувства. Это разрешение нельзя сделать, если будет просто одно. Мы продолжаем движение, все на почве вот-вот-вот. Все на почве перехода. Значит, надо как-то пояснить, как форма внутри себя себя разрешила. Как это случилось? Потому что здесь явно есть какое-то дополнительное рассуждение, которое вот оно как бы предполагается до того, как говорится с вами. Счет схлопывается. С одной стороны схлопывается, а с другой стороны… Почему схлопывается? Потому что опосредование, переход сам не мыслится как нечто настоятельное, как опосредование. Поэтому второе, третье, оно с одной стороны опосредованно переходом, а с другой стороны неопосредованно переходом. Если оно неопосредованно переходом, то оно схлопывается. что следующее равно предыдущему, большее равно меньшему. А с другой стороны, есть опосредование. Это опосредование должно быть явлено. Мы хотим видеть явленное опосредование, убрать в сторону схлопывания и помыслить отношение, опосредование, переход как таковой. Поэтому мы выстраиваем ситуацию мыслящей формы и чувства. Появление мысли означает, что мы мыслим, переход как переход. И момент схлопывания исчезает. То есть происходит движение. Но вот где я замер, это вот понятно, что от сложения надо движение совершить к умножению. Чего умножение отличается от сложения? В первом случае 1 плюс 1 плюс 1, то есть есть 1 плюс 1, и к нему плюс 1. А умножение и так. Сразу 2 единицы, потом сразу 3 единицы. Это вполне другая форма. Сначала сразу 2, потом сразу 3. Хотя сложение в каком-то смысле тоже. Сначала сразу 2. Но нет, то есть сложение, есть переход от отношения 2 к еще плюс 1. То есть есть как бы действительно разворачивающая... Умножение это сразу 2, потом сразу 3. Это очень похожее, но другое. Мне видимо не удается как-то ясно понять разницу между сложением и умножением. И интуитивно, когда первый раз этот текст проходили года 3 назад, я это формулировал как умножение, это как отношение к отношению. Вот, отношение, 2 сразу, 2 единицы сразу, по отношению к отношению, 3 единицы сразу. Но теперь я отношение к отношению вижу уже в сложении. Мне так нравилось, что умножение это отношение к отношению, действительно вроде красиво получается. Но я обнаружил отношение к отношению сложение. На самом деле я... И тем непонятным, что... В калитмедике, по-моему, умножение вторичное, оно определяется через сложение. Это как бы свернутое сложение, упрощенное. То есть умножение вводится как некая операция, особая операция сложения. То есть она опирается на сложение и вводится как вторичная операция. Она не является сама по себе первичной. Ну как мы учимся умножать, да? Я говорю, что это там. Умножить это просто столько-то раз сложить. То есть она какая-то операция, которая отстраивается на сложение, как вторичная. Теоретически можно было бы обводиться с исключительным сложением. Без умножения. И потом, на самом деле, в умножении... Вот есть такой пример, что разы, да? Вот я говорил, что, возможно, считаются эти воспроизведения. Как раз умножение, это ведь тоже некого рода разы. То есть опять же, некого рода операции. Допустим, 3 умножить на 2. 3, 2 раза, да? То есть как раз в смысле воспроизведения. То есть если мы получаем, если мы можем в сложении получить 1, 2, 3 и так далее, то мы можем потом получить их столько раз, сколько надо. Повторите. Ну, хорошо. Значит, здесь встал. Я, по крайней мере, встал. Надо подумать. Как перейти к умножению? Действительно ли можно перейти? Это в самом деле всего лишь производная форма. Потому что порядка... Количественный счет, конечно, не производный от порядка. Это другое событие. В этом смысле действительно умножение и отсложение. Может быть, и не так отличается. А может быть, все-таки отличается. Но во всяком случае, у сложения есть там вот такие два момента. Как только мы останавливаемся на результате, это должен быть получен. Конечно, 1 плюс 1 – это результат. Но как только мы мыслим его как результат, все сразу исчезает. Движение совершается через посредство результата. Эти самые скобки. Это есть такой момент остановки, получения результата. И это провал. Это та сторона, абстракция опыта, который не может быть мысленно мыслимым. Есть какая-то вторая сторона, которая, может быть, дает все-таки умножение. Хотя умножение тоже нельзя остановить. Мы тоже здесь имеем ситуацию. Если умножение есть отношение к отношению, то первое отношение, 1 плюс 1, все равно остается. Оказывается, ситуация дважды 1 невозможна. Мы только с трех начинаем. Когда мы получили три, можно уже получить и два, наверное. Но начинается умножение с мышления трех. То есть, действительно, соотношение к отношению. Но что это значит? Значит, вот, от меня уж коржает. Хоть убей.